В современном мире функции денег постепенно начинают переходить от сугубо экономических к социальным и психологическим. До определенного момента они выполняли функцию обозначения статуса подачи определенных социальных сигналов. Однако экономическая составляющая денег стала преобладать. Сейчас люди снова вернулись к тому, что наличие большого объема денежных средств вызывает у людей то чувство радости, то чувство тревоги. Дело в том, что существует психология финансов, психология денег как отдельная сфера в психологии. Она относительно недавно родилась, эта сфера. Иногда ее путают, говорят финансовая психология, психология финансовая. Этот предмет преподается экономистам, преподается юристам. Если взять, например, общую психологию и направить все ее составляющие на такой объект, как деньги, возникнет такая большая наука психологии денег. Психология денег – наука комбинированная. С одной стороны, наличие денег и денежных отношений оказывает влияние на психологию экономического поведения человека. Обмен, потребление и прочие финансовые взаимоотношения вызывают многочисленные человеческие эмоции, мелкие и крупные конфликты, борьбу и даже войны. С другой стороны, психология человека, социальных групп воздействует на характер движения и использования денег. Например, порождение финансовой паники вследствие психологически обусловленного страха потери денег, ценных бумаг, имущества. Психология денег – курс очень актуален, и таких примеров очень множество. Например, при оформлении на работу в банковские структуры, особенно тогда, когда речь идет о больших суммах, о том, когда человек взаимодействует с гигантскими, миллиардными купюрами, о том, как он переживает, как он чувствует, что с ним происходит, насколько у него есть криминальные установки. То есть, возникает отдельная проблема, например, тестирование по вопросу, насколько человек будет адекватным и будет справляться с теми задачами, когда он будет взаимодействовать с деньгами, которые, по сути дела, не его, чужие деньги. Изучая денежную психологию, можно с легкостью понять, что происходит с психикой человека, когда он взаимодействует с финансами. Наш мозг устроен одинаково, однако работает у всех по-разному. Чтобы узнать, как человек ведет себя в ситуации, когда в его руках окажется большая сумма денег, нужно провести небольшую беседу. Поведение вокруг денег – это отдельная сфера, это поведение во время оформления финансовых контрактов, это поведение людей на биржах, поведение людей, которые, по сути своей, решают часто нашу судьбу. Потому что им доверено, по сути дела, финансовое благосостояние нашей страны даже. Наверное, каждый из нас слышал поговорку «хочешь потерять друга – дай ему в долг». Зачастую наши общения с людьми, с которыми у нас материальные взаимоотношения, меняются. Чтобы избежать конфликтных ситуаций, психологи советуют не вступать с друзьями в финансовые перепалки. Вот если вы, например, интересуетесь психологией денег, это значит, для вас очень важно, как себя правильно вести во время финансового взаимодействия с клиентами, с друзьями, с различными родами субъектами, с которыми вы входите в финансовые отношения, например. Каким образом это взаимодействие может влиять на вас? Каким образом вот эта психология может влиять, в том числе и на финансовый успех, и на экономику, в конце концов. И в конце концов, если вы подойдете к любому экономисту, любой экономист вам скажет, что в основании успеха финансово-экономического успеха лежит психология. В Центре психологии и финансовых отношений находятся деньги и человек. При этом важно знать, как деньги влияют на поведение отдельного человека, группы людей, и как отдельный человек влияет на функционирование денежной массы внутри страны и за ее пределами с другой. Адалина Абдрахманова, Арида Хитоглы, Универньюс. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА